Трагическое происшествие с мужчиной и маленькой девочкой случилось на реке Чумыш. По данным следствия, на берегу, недалеко от железнодорожного моста в Заринске, отдыхала компания. Мать ребенка отправилась вплавь на другой берег. В это время ее знакомый посадил девочку на плечи и пошел искупаться. В результате 55-летний мужчина и ребенок утонули. Тела погибших обнаружили спустя несколько дней в 4 километрах от места происшествия. По данному факту, региональный следком проводит проверку, устанавливает все обстоятельства произошедшего. В Крае по поручению Виктора Томенко улучшат методику тестирования школьников на наркотики, информирует Политсибру. По словам в Рио губернатора, нужно применять более эффективные методы работы для раннего выявления лиц, употребляющих запрещенные вещества. Отметим, в этом учебном году обследование на наркотики прошло около 15 тысяч молодых людей Края. Почти у тысячи из них выявили предрасположенность к рискованному поведению. Как подчеркнул Томенко, в регионе нужно усилить работу по стабилизации наркоситуации. Бийский рабочий сообщает, что на рынках города появилась первая ягода – жимолость и садовая клубника. Правда, корреспонденты газеты рассказывают, что полезную синюю ягоду продают небольшими объемами. А вот так называемой в народе виктории на рынках достаточно много. Дачники подмечают, что в этом году ягода начала поспевать несколько позже обычного. Так, к концу июня всегда поспевали редкая лесная земляника и деликатесная полевая клубника. Но этим летом ягода данных сортов созреет только в начале июля. Елена Макаренко, Наши новости.